МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите выпуски. Ради Хабиров поручил силовикам круглосуточно охранять юбилейные мероприятия в Уфе. Шакшинский мост вновь полностью закроют для транспорта. Парад профессий и мастер-классы. Как прошел день города в Благовещенске. Ради Хабиров провел заседание региональной антитеррористической комиссии и оперштаба. На нем собравшиеся обсудили подготовку к юбилею Уфы, Дню знаний и единому дню голосования. Избирательную систему Башкирии Хабиров назвал одной из самых крупных в стране. Это 3 миллиона избирателей и более 300 участков. Особое внимание необходимо уделить антитеррористической защищенности участков. Задача силовых ведомств профессионально мониторить общественное настроение и оперативную обстановку. Своевременно пресекать правонарушения. Второй вопрос – подготовка к новому учебному году. Здесь главная задача – обеспечить полную безопасность учащихся, заявил глава региона. На сегодняшний день все образовательные организации обследованы. Ситуация с антитеррористической защищенностью улучшилась. В том числе благодаря ежегодному выделению бюджетных средств на эти целы, которые мы будем продолжать и в последующие годы. Тем не менее, полагаю, что эту ситуацию необходимо держать на особом контроле. 30 и 31 августа в Уфе пройдут масштабные события к юбилею столицы республики. По словам Хабирова, все места мероприятий должны быть под особым контролем и круглосуточной охраной. Необходимо организовать контрольно-пропускные пункты, постоянное видеонаблюдение. От нас, уважаемые коллеги, требуется максимальная концентрация и мобилизованность. Полный контроль за ситуацией в местах массового пребывания людей. Все силы и средства должны быть готовы к реагированию. На заседании присутствовали руководители региональных ФСБ, прокуратуры, МВД, СК, МЧС, ВСИН, Росгвардии, а также гражданских ведомств. Шакшинский мост в Уфе вновь полностью закроют для транспорта. Правда, всего на один час. Как сообщает мэрия, очередное ограничение на ремонтируемом мосту будет введено с 6 до 7 часов утра 24 августа. Закрытие движения необходимо для проведения геодезических работ. При этом, отметили городские власти, для экстренных служб будет доступна одна полоса. В Уфе закупят прожекторы для Уфимского дворца борьбы за почти 100 миллионов рублей. Такой тендер администрация спортивного комплекса опубликовала на сайте госзакупок. Согласно документу, подрядчик должен закупить и поставить светодиодные прожекторы трех марок. Акме АЭКО-8 за 6 с лишним миллиона рублей. Акме ИКАРУС-620 за 19 миллионов. И Акме Неозон за 16 миллионов рублей или их эквивалент. Общая стоимость аппаратуры составит 98 миллионов рублей. Эти деньги выделят из бюджета республики. Прожектор установят в строящемся дворце борьбы на улице Рудольфа Нуреева. Победитель тендера должен будет привести и установить их в течение недели после заключения контракта. Пока же идет прием заявок, а подрядчика определят 9 сентября. Этим летом власти проявили аномальный интерес к зеленым насаждениям города. На одних улицах старые деревья убирали, а потом сажали новые. Поэтому зеленый облик Уфы очень сильно поменялся. Недавно в наши руки попала книга, написанная еще в 1954 году. Озеленение советских городов. Пособие по проектированию. За ее созданием стоит Академия архитектуры СССР. Попутно мы нашли несколько фотографий Уфы 60-х годов. И тогда мы решили не просто сравнить нынешнее зеленое убранство города с тем, как было раньше, а посмотреть на нормы, которыми руководствовались больше 80 лет назад, и понять, применимы ли они сегодня при проектировании города. В объемном пособии среди систем озеленения разных городских единиц мы выбрали третий параграф четвертой главы – озеленение улиц и набережных. Именно эти части города, на наш взгляд, либо становятся полем для урбанистических ошибок, либо не получают должного озеленения вовсе. Параграф начинается с самих приемов озеленения улицы. Так, 80 лет назад архитекторы советовали придерживаться таких норм. От края проезжей части до ствола дерева – 1 метр 20 сантиметров. От ствола до края тротуара – 80 сантиметров. От края лунки до красной линии застройки или ограды – не менее трех метров. В СССР к середине прошлого века уже пришли к выводу, который в Уфе прозвучал недавно. Нужно сажать крупномеры. Озеленение тротуара рядовой посадкой деревьев в лунках или на полосе газона при ширине тротуара не менее 4 метров – наиболее распространенный и давно известный прием озеленения улиц. Расстояние между деревьями обычно составляет от 5 до 8 метров. В Москве на улице Горького в 1948 году были высажены 20-летние липы. Посадка производилась в квадратных ямах при расстоянии между деревьями от 6 до 8 метров. Практика озеленения улицы Горького показала, что рядовая посадка взрослых деревьев с радиусом кроны в 2,25 метров изменяет архитектурный облик крупной магистрали столицы. А что сейчас происходит в Уфе? Очевидно, что озеленение в городе за десятки лет сильно изменилось. Напротив главного корпуса Бажгу, ныне Унита, деревья больше не растут. На улице Ленина их количество тоже поубавилось. А вот высаженные напротив аграрного университета остались на месте и даже успели вырасти. Сейчас мы изучаем пособие, чтобы лучше сравнить две модели озеленения – былую и современную. Подробнее о них мы расскажем в одном из ближайших выпусков новостей. В этом году Благовещенску, который сегодня носит статус территории опережающего социального развития, исполнилось 268 лет. На этот раз День города отметили по-особенному. Праздник должен помогать реальными делами. И сегодня наш праздник посвящен добрым делам, благотворительности и поддержке наших защитников. День города в Благовещенске прошел 17 августа под девизом «Заводное лето». Это, к слову, и название фестиваля, который состоялся во второй раз. Его суть – показать и рассказать жителям и гостям города о местных предприятиях и их продукции, а также познакомить с теми, кто там работает. В прошлом году была жаркая погода, мы были в белых футболках, веселились, кричали также громко «Ура!». Но в этом году погода… Ну что погода? У природы нет плохой погоды. Поэтому нам любая погода не помешает выйти на парад и представить наш завод, наше предприятие. Я в этом году первый раз участвую в параде, и для меня было очень важно принять, почувствовать себя частью большой, крупной компании. И не только компании, но и всего города. Промышленность – это наша специфика нашего города. У нас город маленький, но промышленный. Поэтому мы гордимся нашими предприятиями. Второй год подряд мы выпускаем трудовые коллективы, коллективы наших предприятий. Это наша гордость. Для нас очень важно, чтобы наша молодежь знала наши предприятия, чем они занимаются, что они выпускают. Это мероприятие объединяет предприятия нашего города. Мы проходим парадом, показываем престиж производственных предприятий, а также показываем нашим будущим подрастающим поколениям то, как выглядят предприятия, чем они занимаются, знакомим их с ними. И надеемся, что в будущем это сыграет такую роль, что у них у всех появится желание остаться на наших предприятиях, продолжить работу и приносить и приумножать благо нашего Благовещенска. А еще в День города компания Сибур совместно с администрацией района и музеем современного искусства «Заман» запустили специальный проект «Музей имени нас». Как отмечают его авторы, это поможет сохранить историю Благовещенска и создать его будущее вместе. Мы совместно с жителем запускаем концепцию развития города, где также каждый житель может нести свой вклад. После этого мы всю эту информацию аккумулируем, переработаем, возьмем те важные локации, места, те важные факты о городе и включим ее как раз в концепцию развития. Планируем реконструировать набережную пруда в парке на Советской, а также перейти вот этой дорогой к острову. И тем самым это будет взаимосвязано. Все граждане города смогут прогуляться по этому маршруту. Он будет составлять порядка 10 километров. В одном месте это будут кафе, допустим, какие-то развлечения массовые. А в другом месте это будет уединение с природой, где каждый может просто прийти, послушать пение птиц, например, расслабиться. То есть это будет комплексное развитие такое. Музей имени нас находился перед Дворцом культуры, где и праздновался День города. Эта же локация стала местом, откуда начинался увлекательный квест по Благовещенску. Его подготовили те же авторы – компания «Сибур», администрация района и музей современного искусства «Заман». Участники проходили различные задания и шли по определенному маршруту. По итогу он приводил их к воздушному шару. Приятный сюрприз по окончанию квеста находился на стадионе «Машиностроитель». И тот, кто прошел весь путь, мог покататься на нем. Мы взяли билетики на площади консоветов. То есть прошли по ссылке в Телеграме и начали выполнять задания. Узнала, наверное, некоторые дома, которые раньше просто проходили мимо. А оказывается, они вот такие вот, то есть интересные формы какие-то, цвета. С каждым годом Благовещенск преображается. Появляются новые арт-объекты, благоустраивают общественные зоны, проводят различные интересные мероприятия. А еще здесь стабильная экономика, подмечает глава района Анна Карабанова. Более 10 миллиардов рублей в экономику нашего района, это предприятие, и в социальную сферу было вложено. За этот год мы приросли по доходной части на 37%. И у нас больше 20% увеличилась средняя зарплата в городе. В этом году мы начали новое строительство детской поликлиники. Заканчиваем физкультурно-оздоровительный комплекс. И начинаем проектировать детский сад, который мы очень ждем. Нашему зданию детского сада, где детки посещают СОВЗ, больше уже 100 лет. Вот в этом году мы начинаем как раз проектирование. Такая обширная программа, тематическая я имею в виду, и национальная, и, ну, слов нет, очень нравится ребята, очень нравится. С удовольствием пришли. Я сама когда-то жила давным-давно в этом городе. Теперь я живу в Москве, ну, очень долго. И приезжаю к родственникам, и каждый год я попадаю на День города. Поэтому мне очень нравится. Прекрасно вообще, организация классная, концерт классный. Для детей очень много мастер-классов тоже досталось, тоже поучаствовала. Несмотря на непогоду, пришло столько истинных, любящих своих город, жителей, детей, гостей. Вот мы тоже видели, да, очень много артистов, которые проявляют свою любовь своими выступлениями, да, так сказать. Первое, что мне нравится в таких мероприятиях, это увидеться, пообщаться со знакомыми, с кем давно, может быть, не виделись. Такой повод, чтобы встретиться, спросить, как у кого дела, пообщаться, повидаться. Поэтому, наверное, это первое. Второе, конечно, это важно, что у нас есть творческие коррективы. Ну, Благовещенск, он вообще, в принципе, очень творческий город. И поэтому очень приятно и самому поддерживать культуру города, и поддерживать выступающих. И очень интересный концерт, концертная программа. Шикарный праздник. Это наш город родной. Я здесь родилась, я здесь живу, я здесь работаю. Все знакомые очень много. Я работаю учителем, поэтому здесь все мои ученики, все мои родители. Наш самый лучший город, я считаю. Главное богатство нашего города – это люди, которые здесь живут. Несмотря на то, что у каждого свое занятие, своя профессия, свои интересы. Мы люди одного города, Благовещенского, который всегда у нас в сердце. И мы все делаем для того, чтобы он процветал и развивался. Завершился день города в Благовещенске праздничным концертом. Для тебя звезд сиянье, для тебя светлый. А мне твое боянье не нужна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»